Друзья, всем привет! Сегодняшняя серия посвящена в очередной раз Identity Server. Мы создали уже порядка 12 проектов и в этот раз мы будем делать некоторую красоту для Identity Server. Я бы хотел показать вам уже не раз показанный в роликах Demo.IdentityServer.io Это тот самый демонстрационный пример запущенного Identity Server, который существует в интернете для демонстрации. И что-то подобное на UI вы наблюдаете на своих экранах. Я бы хотел показать, как уже можно существующие шаблоны натянуть на наш Identity Server, что для этого нужно. То есть, чтобы не создавать это вручную, как это делал я каждый раз, я просто предлагаю воспользоваться темплейтами с шаблонами, которые существуют в Identity Server. Ну и вот, если посмотреть, как их найти, я зашел на Identity Server документацию, набрал UI Templates и вот здесь вот у меня появилось Adding the UI. В общем, здесь, собственно говоря, показано, что это такое, с чем это едят. Ключевый вопрос в том, что есть Quick Start UI Repo, в котором, собственно говоря, есть некоторые шаблоны, которые вы можете установить. Ну, я, в частности, воспользовался вот этой строкой, скопировал ее, и у меня выполнят этот скрипт, и у меня появились шаблоны. То есть, это можно установить непосредственно шаблоны, которые существуют в Identity Server. Смотрите, можно через .NET, через New Template создавать. Как это делается? Ну, во-первых, нужно установить шаблоны. Это выполняется очень просто. Давайте я вам покажу. Ну, и прежде чем устанавливать, я бы хотел заострить ваше внимание на том, что есть описание каждого из шаблонов, да, то есть их на самом деле несколько, они бывают разные и несут разный функционал. Собственно говоря, вот здесь вот они описаны на страничке, если вдруг вам потребуется, вы потом сможете найти. Ну, а я скопирую, допустим, вот эту вот строку, давайте даже вот так. Теперь мне достаточно открыть терминал. Я буду использовать Windows терминал. Слава богу, он недавно все-таки вышел в релиз. И Ctrl-V нажимаю и нажимаю Install. То есть, ну, в смысле, нажимая Enter, пошла установка шаблонов. Ну, и как вы видите, вот они шаблоны передо мной. То есть, на самом деле, тут не только те, которые я сейчас установил, да, то есть выполнив вот эту команду, но и еще у меня здесь уже были дополнительные шаблоны всякие разные. Собственно говоря, это то, что позволяет писать .NET New и создавать приложения, файлы, возможно, какие-то специфические солюшены, empty солюшены в том числе. Ну, и вот здесь вот, вот в этом вот месте, вот как раз те шаблоны, которые были установлены с вызовом предыдущей команды. Меня больше всего интересует, соответственно, вот этот вот, сейчас я найду курсор, вот этот вот, из 4UI. Вот, ну, и раз я уже нахожусь в той папке, в которой хочу, а, еще не нахожусь, давайте я в ней перейду. SetLocationDTemp. Отлично, и я вот в эту папку распакую, то есть создам шаблон, то есть с темплейта создам проект с шаблонами. .NET New и с UI, нет, по-моему, из 4, да, UI? Да, из 4UI. И я нажимаю Enter. В папке Temp сгенерировались шаблоны, собственно говоря, мне этот терминал больше не нужен. И давайте тогда посмотрим, что у нас появилось в папке. У меня в папке появилось 3 папки. В папке Temp появилось 3 папки. CamRec это запись существующего, текущего сеанса, поэтому не обращайте на нее внимания. У меня появилось QuickStart, папка, в которой есть контроллеры, опшены, ну, то есть все необходимое для работы сервера. У меня появилась папка View, где все вьюшки для этих собственных контроллеров. И папка ViewRoot, в которой необходимые библиотеки для работы непосредственно вот с этим самым фреймворком, identity сервер фреймворком на вот стороне SP.NET проекта. Ну и для того, чтобы это все привести к общему знаменателю, для начала давайте переключимся в Visual Studio. Так, во-первых, давайте поставим identity сервер как стартовый проект. Где-то тут вот стартовый проект. Здесь у меня, насколько я помню, стоит не показывать. Вот, не стартовать. Давайте поставим True. Пусть он запускает браузер. Launch URL мне теперь не нужен, потому что я буду использовать стандартный. А стандартным, как вы, наверное, уже посмотрели, аккаунт используется. И есть Home. То есть то, что по умолчанию используется в ISP.NET Core. Соответственно, это я закрываю. Ну а теперь, как бы, смотрите, на самом деле, что мне нужно сделать? Мне нужна... Ну, вот эти вот контроллеры, они по большому счету мне не нужны, поэтому я их удалю. Надо, кстати, быть внимательны с тем, что раз у меня в настройках где-то используются вот эти контроллеры, то я их тоже должен или скрыть, или удалить, или перезаписать. Я напоминаю, что мы пишем в реальную базу данных. Вот. Мне, соответственно, вьюшки тоже не нужны ни одна. Я их без созрения совести удаляю. Ну а теперь я хочу открыть папку. Это мой проект. Это вторая папка, из которой мне нужно скопировать все. Ну и, в общем-то, давайте я прям это все и скопирую. То есть, первым делом мне нужно скопировать вьюшки, именно копировать. Мне нужно скопировать папку overroot. Мне нужно открыть папку quickstart и скопировать то же содержимое. Ну, я вот в корень кинул. Ну, в принципе, вы можете кинуть это в контроллеры, но суть как бы реально не играет. С некоторой версии sp.net, MVC, позволяет использовать не задокументированный naming convention, когда контроллеры должны быть в контроллерах и так далее. Ну, с некоторых версий, то есть, по-моему, там с пятой версии разрешено использовать контроллеры в разных папках, не только в папке контроллер. Ну, и если вы обратите внимание, то здесь device есть device controller, аккаунт есть аккаунт контроллер, но суть в том, что нам сейчас пока это на самом деле не важно. Ну, смотрите, у меня в приложении появились ошибки, предполагается для начала их исправить. Вот. Вот в основном namespace, но тем не менее у меня проект нет компилируется, пока я не настрою это все. Все, у меня проект откомпилировался и готов к запуску. Но это еще не все. Смотрите, когда у меня происходит авторизация, у меня раньше... Нет, давайте вот так вот. Я открою аккаунт, я открою аккаунт контроллер и покажу. Здесь есть test user store, который на самом деле... Давайте я F12 нажму, покажу. Он имеет предопределенные настройки, то есть функционал, как бы для теста. И, в общем-то, вот здесь вот, вот эти вот пользователи, сейчас покажу по окошкам. И валидация этих пользователей происходит в этом файле. И, собственно говоря, файлы, то есть эти вот пользователи, то есть users, test store, наполняются вот из этого файла. Соответственно, мне это не нужно. Ну, удалять его не буду, пусть пока валяется. Вот, ну, ключевой момент в том, что мне нужно вот этот вот. Давайте тогда вот так сделаем. Для начала я в проекте переименую все namespaces. Ну, слава богу, Vsharper это делает достаточно быстро. Даже несмотря, что более 2000 файлов. Отлично. Теперь у меня namespaces все совпадают с моими. Хотя это, конечно, немного повлияло. Но суть вот в чем. Я вот этот вот test user store и вот этот test users, я их удалю. А это закомментирую. Мне этот файл и этот store, так, прошу прощения, что-то никто нажал. Они, в принципе, не нужны. И у меня возникает одна потребность, да, каким образом здесь авторизовать пользователей. Я уже не раз показывал, давайте покажу еще раз. Есть такая штука, называется I, нет, называется sign, давайте я правильно напишу, sign in. Manager, и как вы помните, у нас, так, давайте я проверю, чтобы не промахнуться. У нас есть identity server, data, db.context, и у нас есть просто db.context, то есть я здесь override не делал, поэтому у меня здесь используется identity user. sign in manager, и, соответственно, мне понадобится user manager, identity user, это у нас будет user manager. Я оба их вынесу в свойства, и, в общем-то, теперь что мне остается, мне нужно проверить, что пользователь здесь существует. Ну, и это сделать тоже очень просто. Для начала нужно проверить наличие пользователя в базе, а потом сделать его sign in. Ну, и, кстати, после sign in нужно еще будет изменить метод sign out. На вопрос, почему я это делаю здесь, отвечу. Вот эта вот обработка идет как раз кнопки login. Помните, мы делали в одном из предыдущих видео проверку, что это нажатие на кнопки, которые дополнительные, ну, типы входа. Google, авторизацию или Microsoft, или Twitter. Ну, вот здесь вот это обрабатывается. Когда проверяется VueModelState, это как раз вот эта вот штука, и здесь у нас, то есть, вход на конкретный сайт, то есть, в Identity Server. Ну, и здесь давайте сделаем такую штуку. Ну, во-первых, нам нужно здесь написать sign in manager. Нам нужно залогиниться. Это password. Это sign in. Если ясинг, значит, await. var.login. Ну, давайте так, sign in result. Здесь напишем model, да, у нас называется model.user name, запятая model.user password. Персистент. Давайте false. И локал, ну, тоже false поставлю. Ну, вы, конечно, можете ставить, как хотите вы. В общем, здесь у нас валидация произошла, и здесь я, наверное, сделаю таким образом. Если, нет, у меня если уже есть, если sign in result success, тогда мне нужно найти пользователя, это мне сделает user manager, я бы не добавил, наверное, еще, да. user manager раздел как свойство. Давайте я его удалю и сделаю его так вот. И сделаю его тоже как field. Вот. И здесь я должен написать user manager find user by login. Логин у меня username и... нет, by login неправильный вопрос. find user by name. Здесь у меня дается имя и здесь, соответственно, user... А, ну, конечно, здесь должен быть await. И тогда здесь у нас username, здесь user id, здесь user опять name. И, в общем-то, id это то, что самое subject id, в общем, его здесь login. То есть мы разим события, то есть поднимаем события, чтобы пользователь зашел. Ну, и здесь опять же нужно id указать, а здесь user name. Ну, и таким образом у меня будет произведен вход на сайт. Вот, теперь осталось сразу же сделать logout. Вот он logout. И здесь, как вы понимаете, вот кнопка подтверждения identity. Так, и вот sign out. Вот, http request sign out. И здесь нужно сделать sign in manager log sign out. Нет, правильно нужно написать. Вот, sign out. И, в общем, получается, что я сделаю выход. Ну, давайте запустим. Попробуем зайти на сервер, а потом я покажу несколько достаточно интересных фишечек. Итак, у нас запустился сайт. Я нажимаю логин. И у меня здесь... Да, все правильно. Смотрите, мы же раньше здесь авторизацию не ставили. Давайте ее сейчас добавим. Identity server. Мы же на нем прям никогда не логинились. А теперь у нас это потребуется. Это я нахожусь с authorization identity server. И мне здесь нужно написать то, что она попросила. Authentication давайте вот так вот. И authorization вот так вот. То есть мы теперь входим на сайт через MVC, грубо говоря. И поэтому нам нужно здесь добавить вот эту вот схему управления разрешениями. Давайте нажмем еще раз. Я зашел. У меня здесь уже есть пользователь. 1, 2, 3, QV. Я нажимаю логин. Ну и как вы видите, у меня написано, что я не дал еще ни одного разрешения ни одному сайту. Ну, это легко достаточно исправить. Давайте нажмем стоп. Выберем мульти вход. Alt, Enter. Выберем MVC. Он уже выбран. Так, identity server, javascript, пусть будет javascript. И order. Ну, в боксе, пусть тоже будет. Нажимаем ОК и стартуем приложение еще разочек. Вот теперь у меня вроде бы все загрузилось. Давайте их немножечко вот так вот раскидаем. Ну, смотрите. Во-первых, у меня пользователь здесь залогинен. Давайте нажму логаут. Меня здесь просят выйти. Я вышел. Отлично. Отлично. Давайте вот с этого начнем. Смотрите, у меня есть MVC-приложение. Я нажимаю вход на секретную часть. Я появляюсь уже на identity server. У меня юзер уже прописан. Я нажимаю логин. И появился уже на сервере, то есть в 2001, то есть на MVC-клиентом. И я уже здесь нахожусь. Давайте я переключусь в логин. В смысле в identity server. Смотрите, нажимаю обновить. И как вы видите, я уже здесь являюсь залогинем. То есть это как раз то, о чем я говорил. Когда вы логинитесь с каким-нибудь клиентом, то делегируете вот этот вход авторизации, то есть на identity server, то вы входите как раз на этом сервере, а не на том клиенте, на котором вы начинаете запуск. Ну, то есть инициируете вход. Смотрите, сейчас я нажму сюда. И у меня здесь описано, что я зашел как MVC. То есть у меня отдан вот этот вот аксесс. Я разрешил вот этому приложению MVC-клиенту использовать мой логин. Ну, и смотрите, какие у меня здесь написаны штуки. То есть мне даны вот такие права, и я могу ходить на этот сервер. То есть то, собственно говоря, что вот я и делал. Теперь смотрите, я сейчас нажму здесь Revoke. То есть я отозвал. А теперь нажимаю F5. У меня будет ошибка, потому что она не обработана. То есть токен, да, токен у меня параметр обрабатывается, но токен уже как такового нет. Теоретически это просто, здесь вот парсинг происходит, того, чего нет. Ну, в общем, это легко обработать. Ну, а правильно, конечно, было бы это сделать внутри где-то сайта. В общем, да. Ну, и смотрите, я когда нажимаю секрет, у меня сейчас токен этот сломан, поэтому как бы это не работает. В общем, имейте в виду, что если вы нажимаете Login, Logout, допустим, с Identity сервера, то это абсолютно валидная ситуация, она должна быть правильно обработана на клиенте. Давайте нажму Logout. То есть по большому счету, что я сделал? Я ждал, я стер cookies, которые были переданы. То есть MVC клиент не работает по такому же принципу, как я показывал с JavaScript. То есть выходя из сервера, мне нужно дополнительно выйти из самого клиента. Ну, или там своими способами реализуете, это уже другой вопрос. Ну, и, собственно говоря, если я сейчас зайду на JavaScript, то есть я попал на ту же самую страницу, я нажал Login и попал, вот делаю вызовы, как вы видите. Но если я нажму вот здесь вот F5, то вот здесь вот я ничего не вижу. То есть JavaScript, авторизация, работает хоть и через authorization flow процесс, но она использует вот этот pixie, который... Ну, то есть вот здесь вот этот pixie хранится, и, собственно говоря, то есть вот этот код для запроса непосредственно токена, и в Identity сервер он не провалится. То есть вы никак это не отслеживаете. Но, возможно, в будущих версиях это как-то будет работать, сейчас пока нет. Ну, в общем-то, наверное, на этом все. Давайте проверим еще одну штуку. Я вот сейчас вот так вот скопирую вот этот адрес. Вот я зашел. А вот 9001. Я хочу здесь тоже сделать 9001. Вот, смотрите, я здесь уже залогинил. Да, залогинил. И теперь, ну, та самая фишечка, когда клиент из одного выходя от JavaScript, можно сбросить выход из другого. Посчитаем до двух. Один, два. Но, как вы видите, я вышел, и сессия у меня обновилась и на этом. То есть все как бы работает. Нужно понимать, что при выходе из MVC клиента у вас не совсем получится выйти со всех MVC клиентов, потому что там немножко другой принцип. Ну, на этом, наверное, все. Я показал, что хотел. На этом серия завершена. Ну, правда, опять же, если не потребуется дополнительных доработок. Я изменения запушу в гид. Вам всего доброго и спасибо за то, что комментируете. Хорошего вам дня и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...